Добрый день! Я руководитель Сибирского центра медиации. Наш центр выиграл процедуру электронного аукциона по учебным мероприятиям, проведение семинара и проведение учебных курсов в городе Сургуте Хантамансийского автономного округа, поскольку, по нашему мнению, государственный заказчик, а именно бюджетное учреждение, методический центр развития социального обслуживания, допустил существенное нарушение при заключении с нами государственных контрактов, мы обратились в ФАС. Как следует из уведомления 49.22 и 49.21 от 14 июня этого года слушание дело назначено на 20 июня с интервалом в 10 минут. В соответствии с электронными технологиями обучения, которые мы используем в работе, хотелось бы пояснить следующее. Мы направляли неоднократно протокол разногласий, где просили убрать дискриминационные условия из договора, касающиеся оценки результатов наших работ, услуг лицами, проигравшими в аукционе. Очень сложно назвать таких лиц экспертами. Как следует из телефонного диалога с юристом бюджетного учреждения Желтенковой Олесей Михайловной, данное бюджетное учреждение сотрудничает с Ургутским государственным университетом, успешно сотрудничает и именно из этих лиц предполагается формирование состава экспертной комиссии, которые будут проводить оценку работ, приемку работ и возможное рассмотрение разногласий по результатам такой приемки. Мы с данным требованием категорически не согласны, поскольку здесь нарушается принцип независимости. Мы предложили альтернативную кандидатуру. Посмотрите, пожалуйста, здесь Осьмук Людмила Алексеевна, руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, доктор наук, профессор социологии и так далее. Вот здесь эти фамилии перечислены, 4 доктора наук, 1 кандидат наук, все профильные. В отношении других лиц, которые будут принимать наши услуги, работы нам ничего не известно, хотя по условиям контракта мы должны оплатить их труд. Кроме того, в нарушении 720 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации приемка работ услуг по договору предусматривается дважды, хотя 720 статья предусматривает однократную приемку работ. Между тем, в данном государственном контракте сначала акт сдачи приемки подписывается сторонами и затем в течение пяти дней госзаказчик еще что-то тщательно проверяет, выдвигает претензии, возможно. Но этот итоговый акт и будет основанием для совершения платежа. Поскольку у нас не определены четкие критерии в договоре, мы предложили такие критерии определить. С тем, чтобы можно было предъявить обоснованные претензии, мы сформулировали эти критерии от обратного. К сожалению, наше предложение было отвергнуто. Мы также предложили исключить условия, которые имеют явно обременительный характер для исполнителя, а именно тиражировать все материалы, включая нормативные акты, в двух экземплярах и прикладывать их к итоговому протоколу. Поскольку по нашим оценкам нормативные акты, затягивающие так или иначе социальную сферу, в обществе примерно полторы тысячи листов. Помимо раздаточного материала, который мы готовим для каждого слушателя, вот посмотрите, пожалуйста, такая брошюра с очень подробным изложением материалов и кейсами. Также у нас имеется компакт-диск, на котором мы размещаем, вот пожалуйста, 9-ти диск. Мы размещаем на нем информацию для каждого слушателя. Мы выдаем свидетельство по итогам. Это по итогам курса медиатора. По итогам краткосрочных семинаров будет свидетельство несколько иного образца, но в целом мы можем выдавать итоговое свидетельство в соответствии с требованиями образовательной лицензии. По совокупности всего сказанного мы усматриваем неконкурентные препятствия в доступе нашего центра на рынок образовательных услуг города Сургута. Просьба рассмотреть нашу жалобу, вынести соответствующее постановление, дать надлежащую оценку и, анализируя массив информации за последние три года, который размещен на сайте Единая система государственных закупок. Понять, насколько тесно сотрудничает данное бюджетное учреждение с участником номер два, успешно проигравшим последний аукцион, осуществившим явный демпинг с учетом снижения цены по одному из контрактов 55%, по другому 65% от первоначальной стоимости. И понять, почему этот участник так хочет быть экспертом, проверять нашу организацию. Хочу заметить, что вместе с тем в результате долгих переговоров мы так и не смогли обсудить по существу программу обоих учебных мероприятий с руководством, либо с юристом бюджетного учреждения. Хотя эта программа утверждена, одобрена методическим центром, она также согласована с заказчиком, но вместе с тем мы предполагаем, что надлежащее актирование приемки этой программы, как программа, которая отвечает целям и задачам государственного задания, поможет нам исключить произвол в дальнейшем сотрудничестве. Потому что программа это и есть существенная часть условий договора, программа учебного мероприятия. Иначе договор становится беспредметным без этой программы. Мы разработали программу как для одного, так и для другого учебного мероприятия. Обращаю ваше внимание, что вопрос касается социальной сферы. Именно благополучатели услуг, это социально ориентированные некоммерческие организации, это руководители ведомств, призванных защищать интересы лиц, нуждающихся в государственной и социальной помощи, сейчас являются... Они попали в уязвимое положение. Мы не можем донести до них тех знаний, которые мы подготовили. Поэтому просим рассмотреть нашу жалобу по существу и в наискорейшие сроки принять объективное решение, вынести предписание, прекратить эту недобросовестную тактику неконкурентных препятствий по доступу других участников из других регионов на рынок города Сургута Кантамасийского автономного округа.